доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и мы вновь с вами находимся на странице нашего сайта лаборатории психологического обеспечения на странице автоматизированные методики это видео сегодня будет посвящено одной из этих методик вкратце я на ней остановлюсь в дальнейшем обязательно буду показывать и рассказывать о ней еще более подробно покажу как это выглядит в реальном программном исполнении как это работает и так далее задали мне реально вопрос о том что значит как эту методику можно использовать в клинической практике эту методику я сам лично применяя более 20 лет не побоюсь этого слова скажу что эта методика работает не хуже может быть и лучше даже таких монстров как ммпи и 16 факторный личностный опрос нет но и ряд других методик методика работает сто процентов все мы с вами знаем и собираем краткий анамнез нам человек приходит пациент клиент мы обязательно у него спрашиваем как у вас дела обстоят где родились где значит вышли замуж или женились где работаете кем работаете какое образование чем занимаетесь чем увлекаетесь что вас волнует чем вы страдаете какие болезни и так далее и тому подобные вещи мы обязательно спрашиваем у нас есть даже отдельно созданная программа называется она краткий анамнез вот здесь вот ниже она показана краткий анамнез мы объективизируем сбор сбор этой информации есть четко разработаны алгоритмы по так называемой индивидуальной беседе в клинике в психиатрической клинике в неврологии и так далее ну и соответственно если мы хотим объективизировать возвращаясь к уиска к уровню субъективного контроля хотим объективе объективизировать полученную информацию человека подтвердить или опровергнуть какие-то его слова на уровне цифр мы используем методику уиска уровень субъективного контроля то есть преобладание экстернального и интернального локуса контроля это один из критериев и один из показателей отношения человека к жизни вообще да то есть в области отношения к своему здоровью отношения к рабочей профессиональной какой-то деятельности к отношению по отношению к межличностным отношениям к своим друзьям коллегам по работе товарищам вообще окружающим людям методика прекрасно дополняет mmpi котелла и вообще может и не побоюсь этого слова опять же подскажу повторюсь может выступать как самостоятельная методика то если вот совсем нет времени какие-то обстоятельства нам что-то мешает нам провести mmpi там на протяжении часа 20 с человеком нельзя так долго сидеть предположим ну к примеру да соответственно берете уиска вы получите четкое представление о человеке в разных областях его деятельности и расширить их с учетом вашего опыта знания человеке как таковом об их отношении людей к различным областям своей жизнедеятельности вы получите общее понятийное представление о вашем клиенте пациенте и так далее и самостоятельно можно использовать эту методику как ни странно это звучит одну да не в батарее тестов одну так и конечно желательно использовать его батареи тестов то есть проводим ммпи ктл там узко а нам если не первая только по меньшей мере вторая или третья методика в любом и и в любом экспериментальном психологическом исследовании или в процедуре пфо психофизиологических обследований методика сто процентов рабочие без нее общей работать нельзя в клинике она рада работает отлично в промышленной психологии работает отлично одним словом это то чем можно и нужно пользоваться обязательно уважаемые коллеги без нее никак нельзя без этой методики на этом все благодарю за внимание и удачи вам